И всем привет! Сегодня у нас на обзоре Retro Game Flash 8-бит. Продолжение линейки Retro Game от компании Dexp. На этот раз это Stick HDMI Stick. На вроде, ну, даже не удивлюсь, что это ребрендованный Data Frog Y2 Stick. Здесь нельзя добавлять свои игры, здесь только встроенные игры. Их количество 300 штук. Давайте посмотрим, что это за консоль такая, стоит ли своих денег. Покупал ее по скидке за 1150 рублей. Сейчас идет акция, хотя на момент выхода ролика, возможно, акция закончится. Но я думаю, что они попросту сливают все консоли. И сейчас разберемся, почему. Начинаем мы, как всегда, с распаковки. Поехали! Итак, вот такая у нас коробка Dexp. Retro Game Flash. В принципе, дизайн, как я и говорил, один и тот же на все их консоли. Здесь 300 у нас игр, HDMI Stick и два беспроводных контроллера. По бокам что-либо интересного нет. Ну и на задней части у нас метод подключения, а также работа с устройством. Изготовитель все тот же Subar Tye. Все, в принципе, стандартно. Ну и давайте посмотрим. Коробка чуть по-другому открывается. И здесь у нас уже сам стик. USB-micro и USB кабель для питания. Игровые контроллеры промеркированные 2 и, соответственно, 1. В принципе, резиновая Select Start, AB, Turbo BA. Здесь расположение их стандартное. Сзади у нас также они закрыты болтами, чтобы посложнее было их открыть. Ну и, соответственно, их можно выкрутить, если вы не сомневаетесь в том, что кто-то в них залезет, откроет и вытащит батарейки. Так, достаточно приятные, стандартные NES-овские геймпады. Ну и, соответственно, здесь у нас руководство по эксплуатации. Меры предосторожности, возможные проблемы их решения, работа с устройством, опять-таки комплектация технических характеристик. Дополнительная информация, гарантийный талон. Ну и для заметок, видимо, можно секретики какие-нибудь сюда записать. И, конечно же, в отличие от Retro Genesis, здесь полный список игр, которые записаны на этой консоли. Ну, мы еще, конечно же, ознакомимся с ним, когда включим питание. Также здесь указали то, что для возврата к списку игр нажмите одновременно Select Start. То есть, аналог рассета здесь есть. Ну и сам стик. HDMI-выход. Я так подозреваю, что это а-ля Data Frog. Micro USB для подключения питания, соответственно. Вентиляционное отверстие. И здесь у нас написана игровая приставка, модель Retro Game Flash, 5 вольт, 250 мА, сделана в Китае. И некое подобие флешки. Я не думаю, что сюда можно записать игры, хотя смотреть MicroSD на 128 мегабайт. А вдруг распознается, и мы сможем сюда что-нибудь записать. Обязательно проверим. Ну, а сейчас самое время включить его и посмотреть, что из себя представляет меню, ну и какие игры сюда изначально встроены. Итак, меню здесь представляет черный экран, 6 иконок. Это Action Games, Shoot Game, Sport Game, Fighting Game, Rising Game и Puzzle Game. В каждой категории разное количество игр. В экшен 50, в шутерах 67, в спортивных играх 23, в файтингах 50, в гонках 20 и в пазл 90. В принципе, есть все основные хиты. Возможно, каких-то игр не хватает, такие, например, как DuckTiles 2, есть первое, но нет второе. То есть, Felix the Cat, Парк Юрского периода, Kirby Adventures, Super Mario Bros. 3 части, Tintoon 2 части, Tom & Jerry. То есть, подборка игр здесь неплохая. Ну, а теперь давайте поиграем в них. Блин, какой же галимый звук. Еще и скроллин какой-то дерганый. Где плавность? Что-то пока это абсолютно никак не радует. И кроме как хороших игр, пока похвастаться ретро-гейм-флэш нечем. Да, конечно. Пал 50 Гц. Это наше все. В Ninja Gaiman на втором уровне, опять же, глюк. То есть, видимо, не очень здесь хороший эмулятор. Уже такие глюки мы видели. И здесь он повторяется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...